На медне Евангелия читал, слово Господа Иисуса Христа меня зацепило гуманизм гуманизмом, но Иисус такие тайны открывает, что все наши мечты и завоевания выглядят как детские байки. Представляете? Матфея записано. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Думал, с Господом беседовал, рассказывал ему свои думки, страхи, надежды, а потом решился и спросил прямо, «Вот слово меня призывает молиться за всех человеков, и за царей, и за начальников». Как молиться за Путина? Он ведь своего рода начальник? Самый главный. Как? Господь говорит, читай Евангелие, вот так и молись. Пусть он отвергнет себя, свою гордыню пусть отвергнет, а потому пусть он свой крест позора возьмет на себя. Ведь, пытаясь захватить Украину, он посягнул на приобретение мира и не заметил, что душу свою предал на муки вечные. Он ведь даже если весь мир захватит, за душу свою ему нечем будет заплатить. И тогда вечный ад будет его бесконечным достоянием. А что он может и должен сделать? Ну, совсем немного. Покаяние перед Богом, истинное покаяние, включает в себя следующее. Признать свою вину за все разрушения и смерти в Украине. Вывести военных из Украины. Принести покаяние народам мира, России и Украины за горькие и мучительные страдания, за сотни тысяч убиенных людей. И приступить к восстановлению всего разрушенного в Украине. Нелегко мне было. Уже очень много злого происходящего вокруг истощило душу мою. Любовь и милосердие угасли. Взрывы ракет и бомб сместились в душу. И эта канонада стала постоянной. Я напрягся. Стал бить себя по морде. Помогло. И я возмолился. Господь, умоляю Тебя. Вразуми Путина. Пусть он покается и прекратит всю эту грязную, человеконенавистническую операцию. Аминь.